Здравствуйте, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня у нас будет обзор нового проекта, который открылся совсем недавно и находится сейчас в бета-тестировании. То есть это еще не релиз проекта, а бета-тестирование. Ну а, соответственно, было до этого проведено тестирование самими администраторами и разработчиками, видимо. Было, наверное, закрытое тестирование, было альфа-тестирование, ну и это, скорее всего, уже последняя часть бета-тестирования. На данного проекта. Ну а называется этот проект Genesis. С данной разработкой, с данным брендом я уже знаком. На проектах Genesis я побывал, но побывал на проектах Genesis в игре Arma 3, ролеплей направления. Как минимум на один из них я сделал обзор. Обзор проекта Genesis Detroit можете посмотреть вот по этой вот ссылочке в правом верхнем углу. Тот обзор вызвал такой шквал негатива в мою сторону и доходило даже до оскорбления. Ну, правда, все оскорбительные посты я удалил. Остались только те, которые остались. Ну, в общем-то, можете посмотреть сами. Ну и вот, давайте знакомиться с тем, что эти же разработчики сделали, но уже на базе игры GTA V и на платформе Alt-V. Ну и по традиции нас встречает вот, который нас будет водить по первоначальным квестам. Написано все мелко, поэтому я увеличу. Но первое, что бросается в глаза, это нестабильность проекта. Лаги, фризы и очень низкий и нестабильный FPS. Кстати, вот есть такая точка. Продаются билеты куда-то, но куда, вот я, честно говоря, не знаю. Видимо, вот этот человек тоже не понял, куда продаются там билеты, поэтому тоже просто там постоял и все. Не знаю, куда продаются билеты в этой точке. Ну, арендуем мопед и движемся по квестовой линейке. Первое задание было съездить в медпункт. Мы его пропустим, но вернемся позже. Следующее задание посетить фабрику по какому-то изготовлению курицы или куриного мяса. Что-то вот такое. Разделка курицы, наверное, так вот это назовем. Выглядит все вот так. В принципе, культурно очень и даже, я бы сказал, антуражно дается форма. Я всегда отмечаю, что если есть форма, то это уже какой-то плюс. Форма, я бы сказал, так себе, такая в восточном стиле, но к форме мы тоже еще вернемся на этом проекте. Движемся дальше. Вот так вот выглядит разделочный цех. Но что здесь делать без пояснения, я бы не понял. Вот есть метки, встаешь на метку, начинаешь работу. Так заполнится рюкзак, несешь по коридору прямо, там стоит человечек-скупщик, продаешь ему курицу. Могу подсказать, старайся вставать вот или на эти две правые, или с той стороны линии, потому что тебя будет откидывать с метки. То есть ты тут стоишь, не придется ходить, не придется двигаться. Ну и вот, с помощью вот этого игрока я все-таки разобрался, что здесь надо делать. А что же здесь сложного-то? А сложно то, что непонятно, куда и что надо нести, в какой момент это надо делать. Выскакивает табличка, что инвентарь переполнен, но ничего не загорается. И куда идти, и что с этим делать, абсолютно непонятно. Оказывается, здесь есть скупщик вот этого мяса, которое я сейчас типа нарезаю. Но вот узнать где он, и как туда идти, абсолютно непонятно. Если вы не начнете бегать по этому цеху, а он на самом деле огромный, и случайно на него не наткнетесь, то понять этого вообще невозможно. И еще одна проблема, как вы слышали, он предложил вставать вот на эти две метки, потому что все остальные метки вот на этом конвейере, они баганные. То есть вы можете заметить, что происходит иногда такой вот скачок, персонаж подскакивает. Вот в этот момент он отскакивает вообще от стола, и надо опять подходить, опять нажимать букву Е. Ну, а что касаемо анимаций, то слава богу, что они есть. Соответствуют ли они тому, что происходит, я бы не сказал. В общем-то, анимация есть и хорошо. Вообще на этом проекте, наверное, такое отношение к анимациям. Они есть и хорошо, и в дальнейшем мы это еще увидим. Ну, а я набрал какое-то количество, и вот теперь мы отправляемся к тому самому скупщику, которого, если вы не найдете, то и не поймете, что к нему надо идти. Ну, и вот таким вот образом выглядит этот скупщик, которым мы и продаем эту курицу. Ну, а сколько я заработал, если сможете рассмотреть, то вот столько. Ну, а дальше произошел вылет. Меня выкинуло, и на этом цепочка квестов, к сожалению, прервалась. А появился я в аэропорту. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Вы недавно прибыли? Ну, вообще-то я уже заходил, но почему-то куда-то у меня пропала одежда, и я почему-то опять оказался здесь. Да, смотри, нужно приобрести в магазине одежды. Я представляю правительству, рад вас видеть у нас на нашем штате. Соответственно, вопрос у меня такой. Вы уже использовали дополнительные деньги? Вам там 30 тысяч от правительства может прийти, от Вашингтона? Так, я смотрю на свои денежки и понимаю, что нет. У меня 23 тысячи, но это я уже работал на курице. Я понял. На вашем доме у нас будет промокод, кнопочка в программном обеспечении. Туда напишите большими буквами слитно Open Beta. Да, вот, теперь вижу, все пришло. Да, отлично. Смотрите, вот здесь вот через дорогу есть... Там пучечка отмеченная такая, подсвечивается с фонариком синеньким. Там будет самый дешевый мопед. Вы можете его взять, поехать в магазин одежды. В магазине одежды купите обязательно, там есть такое тело называется, как бы черного цвета, оно бесплатно. Возьмите второй или третий, примерьте, и тогда одежда на вас будет хорошо сидеть и не будет, ну там, дырочек никаких изнашиваться. Вы поняли. Вот, купите там себе одежду, и она уже никуда у вас не будет пропадать. Вот, у меня аномалии не будут происходить. Также я вам советую заехать 24 на 7, приобрести там симку и рюкзак. Вот, после этого вы в идеале получите в полиции права. Вот, сейчас как раз приехал сотрудник полиции. Да, добрый день. Иван, я вот как раз встречаю новых граждан нашего штата и рассказываю, как им дальше действовать. Соответственно, просьба большая обеспечить в полиции сотрудника, который будет у них права выдавать водительские удостоверения, вот, экзамен принимать. Окей? Я бы и хотел по этому поводу. Ну, еще сейчас пару слов перекинемся. Вот, после того, как получите права, на этом же, на своем мопеде, можете поехать, у нас на юге в городе есть в порту аренда грузовых машин. Самый выгодный бизнес, для того, чтобы вы освоились, за 500 долларов взять там, мол, в аренду. И в телефоне у вас есть там программка грузоперевозки. Открываете ее, каждый час там появляются новые грузоперевозочки, и вы сможете вполне в течение часа там тысяч по 10 зарабатывать. Вот, машина у нас самая дешевая 40 тысяч стоит, так что 4 часа у вас своя машина, 3 дня у вас свой дом за 300 тысяч, так что все в ваших руках уже будет. Ну, вот такая вот делегация здесь встречает вновь прибывших. И хоть я не вновь прибывший, просто точки появления, старой точки, откуда я вышел, здесь нету. Арендуем мопед. Заметьте, как выполнен магазин. Всего 3 единицы, но они постоянно, периодически повторяются. Ну, выбираем самый дешевый. И тут идет следующее. Посмотрите, как долго он появляется. Сейчас, вот, наконец-то он появился. И здесь все так. Мы, может быть, сейчас обратили внимание, когда губернатор говорил, его голос лагал. И здесь лагает все. Это я сказал еще в самом начале ролика, что здесь лагает все. Низкий FPS и постоянные пролаги. Ну, в общем-то, ладно. Губернатор лагающим голосом сказал, что надо поехать и купить одежду. Этим мы сейчас и займемся. И надо сказать, что магазины здесь выполнены, ну, так себе. Вот, действительно, так себе. Может быть, это не самый плохой магазин, но и вот я тут ковырялся очень долго. Хрен поймешь, что здесь к чему. Здесь есть некое тело, которое можно вот как-то убирать. Зачем это и как это работает, я не до конца разобрался. Но понял за то, что сначала надо одеть одежду, а потом вот этим вот телом, которое здесь есть, надо его как-то подгонять. Но у меня несколько раз получилось, что то нету ног, то нету рук. А, как вы можете заметить, ни ног, ни рук я сейчас не вижу. Их можно увидеть только в том случае, если вы выйдете из этой примерочной. Но, в конце концов, я себе подобрал что-то и отправляемся дальше в клинику, в которой я говорил, что мы еще вернемся. Сюда я должен был приехать еще по квестовому заданию. Для чего, не знаю. Ну, мы возвращаемся сюда. Опять второй раз. Для того, чтобы получить некую справку. Но справку здесь у бота мы не получим. Здесь есть красное пятно, маркер, триггер, где мы можем встать и начать лечение. И есть вот такой бот, который просто ни о чем. Вот он просто есть, но он ни о чем. Вот чтобы, ну вот все. Вот все, что он делает. Но получить справку все равно надо. Но я так и не понял, как это делается. Ну, вернее, не понял на тот момент. Не понял ни я один. Ну, в общем, вот так вот мы получили справку. Дружище. Да. Тебе тоже послали за справкой? Да, у меня тоже не канает такая же фигня. А в слове, ну, мы тут никакой справки не возьмем. Вот, естественно. Это что, по РП он просто? Надо ему сейчас сказать, что, типа, мы получили справку или что? Слушай, я сам не знаю. Первый раз сам все-то зашел. Губернатор еще сказал, что права стоят семь с половиной, а не там 25 у них. Так, что нас делали? Вопрос. А, граждане, вопрос есть. Да. Это ваши два транспортных средства стоит на Катаре. Точно. Уберите, пожалуйста, их отсюда. А вы доктор нет? Ага. А как нам справочку получить, не подскажете? Паспорт предъявите для начала. Так, сейчас начнем ухтыркаться. Ага. Получилось? Паспорт, я вижу, паспорт я тебе отдал. Сейчас, а там даст. И нам бы, жили справочки. Так, вам я выдал справочку. Теперь, граждане, покажите вы свои паспорт. Спасибо, пойду убирать. И, наконец-таки, я получил эту справку. И все было бы ничего. Я уже привык, что на просторах GTA покупки справок и таблеток – это такое уже привычное занятие. Но ждать человека, который за это отвечает – это такое себе занятие, я вам скажу. Итак, мы сделали первый шаг к тому, чтобы получить права. А вот как здесь получаются права – это вообще отдельная история. Она, с одной стороны, и интересная, а с другой стороны, и с пальца высосанная. Ну, сейчас я это все покажу и расскажу. Первая версия – это то, что здесь есть вариант купить прямо тут права. Прямо здесь у бота, у полицейского. Но почему-то эта фишка не работает. А именно это вот такой вот бот стоит, у которого, в общем-то, после небольшого диалога можно купить права за 20 тысяч. Но это, как я и сказал, не работает. Хотя большинство из присутствующих здесь и пришедших сдавать права, с радостью бы воспользовались вот этим вот вариантом. Я по поводу права. А, мне отказка, в очередь? Да, вот только что туда приехал. А может мне показать и паспорт цен? Мне не разобраться, я не знаю, что мне делать. А, да, хорошо, все, я вижу у вас ее уже. А, слава тебе, господи. Можете пока присесть на стульчике подождать? А у вас, молодой человек? У меня водительское удостоверение хотел бы получить. Ага, у меня классный набор. Можно еще раз повторить у вас горло перши? Да, благодарю вас, Франк. Сейчас, ожидайте, сзади вас еще человек подошел. Сейчас я его запишу, оформлю и займусь вами всеми. Вот таким вот образом здесь начинаем сдавать экзамены. И, наверное, вы слышали, да? У вас горло першит. Здесь у всех горло першит. Как я и сказал, одни лаги. Разговоры через лаги, через фризы. Очень сложно общаться, разговаривать. Ну, и сдавать на права тоже сложно на сервере, который подлагивает. И с низким фпсом. Ну, а сама сдача выглядит вот так вот. И я уверен, что это дело закончится, наверное, дня через два, через три. Почему-то мне кажется, что это было выдумано прямо вот при нас. Как сдается здесь на права. Ну, а сдается здесь на права через, естественно, сотрудника полиции. Он садится вместе с нами и, типа, инструктор едет. Но надо ездить, естественно, по правилам. А по правилам ездить по карте ГТА такое себе занятие. Светофоры очень длинные. Разгоняться свыше 60 нельзя. Поэтому, ну, я не думаю, что вот такая вот схема продержится здесь какое-то время. Я думаю, что очень скоро это хоть чем-нибудь оно заменит. Либо придумают какую-то площадку. А, кстати, здесь на карте ГТА есть такая площадка для учебной езды. Может быть, можно сделать свою какую-то площадку. Но вот это, чем мы сейчас занимаемся, а я, видите, показываю вам одним кадром. Мы вот так вот стояли на каждом божьем светофоре. На светофоре, не превышая 60 километров. И полиция, которая проехала вперед, тоже, увидев нас, стала стоять на светофорах. Ну, естественно, все это для галочки. В дальнейшем это вряд ли они будут делать. Да и никто здесь не ездит по светофорам. И сдача сама, вот так вот, езда по светофорам со скоростью 60, такое себе занятие. Под конец полицейский сказал, гоните нахрен. Потому что уже и сам задолбался. Наверное, минут 20 мы вот так вот катались. Сначала ездил я, какой-то маршрут, который, кстати, сам полицейский нам и прокладывает. А потом мы меняемся, и мой напарник, который сидит сейчас на заднем сидении, он за руль, я на заднее сидение. И по новой все то же самое. На каждом светофоре останавливаемся, скорость не превышаем и тому подобное. Вот я уверен, что эта схема не проживет здесь и недели. А если будет наплыв игроков, то и полицейские скажут, пошло бы это все нахрен. Самая дурацкая схема. Она появилась либо от того, что не нашли подходящего скрипта, ну, либо вот просто выдумали из головы вот то, что пришло первое в голову, то и ввели, в общем-то. Можно было бы просто обойтись вопросами, да, задать 3-4 вопроса по правилам дорожного движения, и все. Но нет, вот придумали такую хрень. Я уверен, она скоро помрет. Ну, а дальше опять ожидания, потому что пришло у нас человек 10, и с каждым надо вот так вот минут по 20 покататься. Мы тут чуть не померли. В прямом смысле слова. Жратвы в этом аппарате нету, а жрачка здесь кончается. Как видите, у меня уже индикаторы на красном. Разработчики даже не побеспокоились о том, чтобы в аппаратах, хотя бы в ключевых точках была еда. Да и вообще, надо сказать, что, на мой взгляд, это глобальная ошибка разработчиков данного проекта с первых минут присутствия на проекте вот так вот гонять игроков, причем не через интерактивные какие-то меню, а через живых людей, которых не всегда бывает на месте. Из-за чего элементарный процесс получения тех же прав или справки затягивается на долгое время. А это не всем нравится. И только при мне человек 5, наверное, просто увидев это, отключились. И отключился еще один человек, с которым я вот сдавал права. На права, вернее, сдавал. Он тоже побегал-побегал, вот на это дело посмотрел. И, в общем-то, прямо при мне отключился. Со словами, да ну его нахрен, на драйв РП лучше. Ну, не знаю, где лучше и кому что нравится. Ну, а вот как выглядит магазин на этом проекте. И надо сказать, что магазин-то кривой, да. И прицепы падают, и, в общем-то, появляются машинки как-то несуразно. Но зато есть очень много грузовиков, которые не принадлежат самой ГТАшке. А сделаны какими-то модмейкерами. И это на самом деле радует. Есть вот и Вольво какая-то интересная. И Мерседесик интересный, красивый. Ну, и есть стоковые машинки. Ну, а магазин выполнен, как вы сами видите. Далее же я проследовал в центр аренды грузового транспорта. Но, причем, бежать мне пришлось очень долго. Я бежал от полицейского участка до магазина, он находится в порту. И от порта до следующей части порта, которая находится через залив, тоже пришлось бежать бегом. Потому что на этом проекте есть точки аренды, но они расположены абсолютно непонятно где. Где-то в Палета Бэй, где-то на побережье. Но в самом городе, в Лос-Сантосе, всего две точки. И, естественно, либо бежать к ним, тратить время, либо напрямую бежать туда, куда вам надо. Я выбрал напрямую бежать. Потому что мне кажется, что так бы получилось быстрее. Но вот в таких ключевых точках, как полицейское управление или, например, магазин грузовиков, точки аренды нет. Ну и, естественно, что я только что зашел, своей машины у меня тоже нет. Все это проделывать надо бегом. Что тоже, на мой взгляд, не продумано. Абсолютно не продумано. Ну и ладно, я добежал, докуда мне надо. И точка аренды транспорта выглядит точно так же, как и магазин. Даже с теми же самыми багами. Как машинки появляются, непонятно, и прицепы постоянно падают. Многих машин просто нету в наличии. Вот опять, почему вы не подготовились, я имею в виду разработчики, и не завезли нужные машинки. Хотелось бы посмотреть вот эти иномарочки. Но их нету в наличии. Приходится брать стоковые. Ну, стоковые так стоковые. Главное посмотреть, что же здесь из себя представляет эта работа. А мы помним, да, что губернатор при встрече нам рекомендовал, что вот такая вот есть у нас хорошая работа, и на ней можно зарабатывать. И да, действительно, на этом проекте это считается топовым занятием. Есть еще какие-то занятия, о которых мы, может быть, попозже поговорим. Но топовым занятием, рабочим занятием, имеется в виду, является вот это вот. Можно арендовать машину, можно покупать и ездить на своей. И мое мнение, лично мое мнение, если вы понимаете, что у вас есть одно занятие, которым будет заниматься все, кто придет на этот проект, потому что, ну, нет смысла заниматься курицей за 70 долларов, да, или идти на швейную фабрику за 30 долларов, если есть работа за 3 тысячи. Ну, естественно, что все пойдут работать вот на эту работу. И она должна быть самой интересной, самой топовой. Но она из себя представляет вот то, что вы сейчас видите. Если вы заметите, то вот здесь есть небольшой триггер. Раз, все, машина разгружена, едем обратно. И даже я оговорился, она не разгружена, я только получил груз. А теперь этот груз надо отвезти в порт. Вообще, точки загрузки, они бывают рандомятся. А вот точка доставки, она всегда одна, порт. Всегда все везем в порт. Но никаких анимаций, никакой-то анимаций погрузки, разгрузки, или там, например, какого-то стильного красивого костюма, ничего у вас нет. Вот просто вы давите одну кнопку, кнопку W. Часами давите, давите и давите. В чем интерес? И если вы сейчас не заметили, то я разгрузился. Машина уже разгружена. Вот таким вот образом здесь вам предстоит работать. Далее мы опять открываем телефон. Кстати, к телефону тоже есть претензии. Вы можете прочитать, что там написано? Лично я не смог прочитать. Я просто нажимал, что попало. Почему так мелко? Ну, почему так мелко? Ведь невозможно ничего прочитать. И вот если возвращаясь обратно к работе, то, например, на проекте Majestic, который можете посмотреть вот по этой вот ссылочке, я показывал работу водителя, где водитель приезжал на точку, доставал из машины коробки. Коробки всегда были разные, роддомные. Текстурки коробок менялись. Все было красиво, он в форме. Но там это была не топовая работа, а просто проходная. Здесь же топовая работа. Все, выше вы никуда не скаканете. Это будет ваше занятие на долгое время. Но здесь нету вообще ничего. Вот просто вообще ничего. Скукотища жуткая. Ну, а далее меня опять выкинул уже во второй раз. И перезайдя, я опять очутился в аэропорту. То есть на этом проекте пока еще нету точки выхода. То есть где вы вышли, туда вы обратно не зайдете. Ну и вот то место, про которое я говорил в начале ролика. Можно купить билет куда-то. Куда, я не знаю. Но обратите внимание, три таблички выскакивают в одном месте. Такое себе решение. И неужели это незаметно и не видно? На мой взгляд, такие косяки надо исправлять на уровне разработки, а не на бета-тесте. Ну ладно, мы движемся дальше. Еще одна из представленных здесь работ это швейная мастерская. Расположена она в стоковом месте, где в синглплеерной версии игры тоже расположена швейная мастерская какого-то из героев. Уж извините, не помню его имя. Проходим и пытаемся устроиться. Здесь все те же косяки, что и с курицей, которые я вам показывал. И начинаем с того, что одежда точно такая же. Ну не стали даже запариваться, просто внедрили. Если что, потом можно все списать на бета-тест. Типа это же все еще пока что бета-тест, потом мы все сделаем. Сейчас, видимо, не до этого. Ну и, как вы можете заметить, стулья тоже в редакторе убрать не смогли. Не могу сказать, что они уж очень сильно мешают, но можно было бы и убрать их, чтобы игрокам было проще. Ну а вот как выглядит работа. Несложно заметить, что анимацию добавили просто. Это анимация работы с банковским аппаратом. Вот он вставляет карточку, далее начинает набирать какую-то комбинацию. И в конце анимации он эту карточку вынимает. Раз. И вынул ее. Положил в карман. Вот и все. То есть с анимациями тоже особо не запарились. Может быть ничего другого и нету, я не знаю. Но и эта анимация тоже не особо сюда подходит. Ну ладно, есть и есть. Хотя бы такая, но есть. Следующий вопрос. А куда девать? Мне забило весь инвентарь одеждой. Но куда ее девать? Ничего не высвечивается, не подсказывается. Нету никакого персонажа здесь. Не знаешь куда идти. Все оказалось и банально, и сложно. Я бы так сказал. Оказывается, персонаж, которому надо сдавать эту одежду, находится с другой стороны этого здания. Но вот как об этом можно догадаться? Я вот хрен его знаю, серьезно. Я оббегал, я случайно, я уже уходить собирался. И случайно на него наткнулся. Ну надо же такие вот моменты как-то прорабатывать. Как игрок должен догадаться, куда ему нести эту готовую продукцию? Ну и оплата. Кому нужна работа за, сколько там я получил, я его уже не помню, 30-70 долларов, если есть на проекте работа, сразу же доступная за 3 тысячи. Это то, о чем я говорил. Ну и вот мы заходим в магазин. Как выполнен магазин, мне тоже не понравилось. Ну мало того, что он стоковый, да он еще и очень-очень лагучий. Первое, что вот бросается в глаза при взаимодействии с этим магазином, что машинки появляются очень-очень долго. Но с этим еще можно было бы как-то мириться, пускай они появляются и появляются. Но некоторые машины вытворяют вот такую вот дичь. Если ее медленно пытаться вращать, то вот такую вот тряску святого вида они исполняют. Как и много на этом проекте, лагает и дергается. Не знаю, с чем это связано. Но такую хрень исполняют не все машинки. Стоковые машинки крутятся нормально, ровненько. А вот модмейкерские добавленные машинки, левосторонние, так сказать, они вот с такой тряской, как вы сейчас можете заметить. Как расположены машины, тоже непонятно. Какой-то разброс. Выбрать ту, которую тебе надо, очень сложно. В какую сторону крутить, где искать, непонятно. Ну а вот я нашел ту машину, про которую мне говорили, что 40 тысяч. Вы ее можете себе приобрести. Но приобрести я ее себе не могу, потому что ее нет в наличии. Ну а зачем добавлять? Небарское это дело. Ну и в общем-то хрен с ним. Бежим-бегом, покупаем кирку, покупаем себе рюкзак и едем на карьер. Ну разработчики же пришли из армы, значит рюкзак и кирка должна присутствовать. Где находится карьер, наверное все, кто играет в GTA знают. Карьер выглядит вот таким вот образом. Здесь есть белая метка, триггер на него. Заходим, получаем форму и идем на красные метки. И вот тут уже есть достойная анимация. Но только она достойная выглядит. Но покупали-то мы кирку, а работаем отбойным молотком. Но если я из инвентаря выкину кирку, работать он не будет. Будет говорить, что у вас нет инструмента. Так почему уж тогда нельзя было добавить в магазин отбойный молоток? Чтобы был какой-то логический ход. У меня есть кирка, но работаю я отбойным молотком. Вот же отбойный молоток, добавьте вы его в магазин. Ну, сделано как сделано. Дальше мы проходим к машине и собранный нами уголь грузим в машину. Выбираем в меню машины багажник, заходим в меню и по одной единице перетаскиваем в машину. Вот так вот это все выглядит. Ну и в общем-то надо забить машину и найти скупщика. Ему это и надо продавать. Но сколько это стоит, я не знаю. Пока я разговаривал с человеком, кстати, зовут его Елич, и у него есть свой YouTube канал. Кстати, можете пройти, посмотреть, какое видео он там выкладывает. Заметьте, кстати, сколько вокруг него уже скопилось отбойных молотков. Своих же молотков я не вижу, но он говорит, что вокруг меня примерно такое же количество уже их свалилось. И скоро, наверное, нас закроют лавиной из отбойных молотков. Но, тем не менее, пока мы работали и с ним разговаривали, моя машина исчезла. И вместе с ней исчез и тот груз, который я туда успел насобирать. Потому как срок аренды автомобиля всего 10 минут. И таким образом разработчики предлагают нам выйти из машины, переодеться, взять в руки отбойный молоток, подолбить несколько раз, подбежать к машине, перегрузить туда все через меню взаимодействия, выйти, сесть в машину, выйти из машины и проделать все то же самое. То есть, обезьяне труд. На данной работе не позволено отвлекаться. Если приехал, то вот будь любезен долбиться до последнего или сидеть в машине. Потому как все время надо чекать таймер этой самой аренды. Зачем так сделано? Не скажу. Не знаю. Мне кажется, что вот сделали такую работу, такое занятие, но абсолютно его не тестили и не пробовали сами. Просто есть оно и есть. Пускай такое и будет. Никто даже и не задумывается. Да и если говорить в целом про вот это вот последнее мною показанное рабочее занятие, хоть и корни растут из армы, это заметно, и рюкзак, и кирка, и добыча ресурсов, но выполнена она совсем не в этом стиле. Так как рюкзак, который вы покупаете, абсолютно вам не помогает. Ну не то, чтобы абсолютно не помогает. Выполнено это вот таким вот образом, как сейчас вы видите. Вот рюкзак и вот его слотность. Всего 4 слота. То есть, если вы еще с собой возьмете еды, то будет еще меньше. Если возьмете воды, то будет еще меньше. Таким образом, вам каждые два удара этим молотком надо бежать к машине. Два раза ударили, побежали к машине. Потом вышли, сели в машину, вышли из машины и так по кругу. Эту работу точно никто не тестил. Ну иначе бы ее все-таки довели до ума. Ну и рюкзак. Зачем рюкзак на 4 слота? Да к тому же документация, которую я здесь наполучал, и ID-карты, и паспорт, и права, и какая-то дурацкая медицинская справка. А это я еще не брал справку у психолога для получения лицензии. Ну и естественно саму лицензию на оружие я тоже не получал. А так бы они заняли мне как раз все карманы и всю одежду. И остался бы только один рюкзак в 4 слота. Ну так или иначе после исчезновения автомобиля терпение мое все-таки лопнуло, я решил покиднуть данный проект. И напомню, что в начале ролика я давал ссылочку и говорил, что с разработчиками проекта я знаком по их творениям. Я побывал на одном из серверов который назывался Genesis Detroit расположенный на базе игры Arma 3 и в конце того ролика я сказал, что проект который они создали мертворожденный. За что конечно же мне и прилетело от наверное игроков или фанатов этого проекта не знаю. Но люди переходили на оскорбления. Про этот проект я не буду ничего говорить. Решайте сами. Если кому-то понравился конечно же заходите играйте получайте удовольствие. Проект открыт он находится в стадии бета-тестирования. На это наверное и можно ссылаться на все косяки и тому подобное. Но тем не менее он играбельный можно заходить он открыт он ждет своих игроков. Заходите играйте получайте удовольствие. Ну а я наверное буду заканчивать. Спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго. Игорь Негода